Подпишись на канал Смакуй! Будь первым в винокурении! Полезное не продуй! Будь в курсе новых веяний! Здесь ты узнаешь все нужное о разных дистиллятах! Убей себе! Смакуй! Канал о самогонных аппаратах! Здравствуйте уважаемые друзья и гости моего кулинарного канала! Сегодня шикарное французское блюдо ресторанного уровня фрикассе из куриной грудки с грибами. Хочу сказать что действительно блюдо это ресторанного уровня, так как готовят его из белого мяса, то есть из грудки курицы. Также это блюдо можно приготовить из грудки индейки, а в некоторых изысканных ресторанах готовят из голубей. Объединяет это все то, что мы будем готовить его из нежного белого мяса. Повторюсь, в нашем случае это куриная грудка. Фрикассе с французского переводится как бы приготовлено из чего-нибудь, но это мне кажется так пошутили над названием этого блюда французские кулинары, так как незамысловатый набор ингредиентов превращается в поистине шикарное блюдо. Итак, друзья, что же нам понадобится для приготовления этого блюда? Главными ингредиентами у нас выступают это шампиньоны и куриная грудка. Грудки я использую где-то 700 грамм, хорошенько промоем под проточной водой и нарежем на небольшие порционные кусочки. То же самое мы проделаем и шампиньонами. Шампиньоны я взял около 400 грамм. Их мы тоже промоем и нарежем на небольшие брусочки. Также нам понадобится грамм 30 сливочного масла, 5-6 зеленых маслин, еще нам понадобится 2 столовых ложки оливкового масла и сок пол лимона. Пучок свежей зелени, в моем случае это петрушка, которую мы помоем и мелко измельчим. Также нам понадобится 3 куриных желтка, 150 грамм белого сухого вина и совсем немного специй. Я взял чайную ложечку соли и буквально по щепотке черного молотого перца, кориандра и мускатного ореха. Не лишним в этом блюде будет пару листиков лаврового листа. Понадобится нам около 100 миллилитров хороших жирных сливок или же 3-4 столовых ложки сметаны. Итак, друзья, приступаем к приготовлению. Моем и измельчаем куриную грудку и шампиньоны. Филе нарезано. Какими кусочками нарезать филе? Значит, смотрите, такие кусочки примерно 25-30 грамм. Старайтесь нарезать кусочки равномерно, чтобы они хорошо и одновременно были приготовлены. Следующим шагом мы обваляем каждый кусочек грудинки в муке. Пока мы будем панировать в муке филе, раскалим сливочное масло и добавим к нему растительное. Итак, друзья, куриная грудка запанирована. Отправляем на раскаленное масло и обжарим на среднем огне где-то 3-4 минуты. Итак, друзья, вот мы обжарили около 4 минут наше куриное филе. Оно покрылось такой вот плотненькой корочкой. Она слегка уже начинает румяниться. И в этот момент нам необходимо добавить сюда измельченные шампиньоны. Будем тушить грудинку с шампиньонами, пока грибы не выделят максимальное количество влаги. На это понадобится около 4-5 минут. Итак, вот, друзья, наши грибочки протушились вместе с грудинкой около 5 минут. Добавляем теперь сюда вино. Также добавим грамм 100 горячей кипяченой воды. Если вы не любите вино в блюде, можно вместо вина и воды добавить грамм 250 куриного бульона. Теперь уменьшаем огонь ниже среднего и будем тушить минут 15-20. Также во время тушения можно добавить к нашему блюду пару листиков лаврушки. Итак, друзья, пока тушится наше блюдо, мы взобьем куриные желтки вилкой, добавив сюда несколько щепоток соли. Затем добавляем сюда сметану и лимонный сок. Еще раз хорошенько вилочкой все это будем взбивать до однородности. Вот до такой однородности, друзья, нам необходимо взбить соус. Добавим теперь сюда соль и специи. И еще раз хорошенько перемешаем до однородности. Итак, вот, друзья, наше фрикассе почти готово. Оно протомилось у нас в течение 15 минут. Основная часть жидкости выпарилась. И теперь все, что нам необходимо, это добавить к основному блюду приготовленный нами сметанно-яичный соус. Но еще необходимо сделать некоторую фишку. Мы добавим 2-3 столовых ложки бульона сюда в эту яично-сметанную смесь и тонкой струйкой помешивая будем вливать в основное блюдо. Подержали на медленном огне еще минутки 2-3 и наше блюдо абсолютно готово. Можем попробовать и довести еще, если необходимо, его по вкусу. Добавить соли или еще каких-нибудь специй. Непосредственно перед самой подачей на стол добавим подготовленную зелень и хорошенько перемешаем наше блюдо. Подается такое блюдо еще теплым, украшается каперсами или маслинами. И гарниром по классическому рецепту к этому блюду подают отварной рис. Всем приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!